Здравствуйте, уважаемые севастопольцы и гости города. Отметим, что у нас сегодня в эфире программа «Полезный день». И мир севастопольского спорта, а если быть точнее, то речь пойдет о ватерпола. И у нас большие серьезные традиции в этом виде спорта. У нас в 96-м году в Атланте, в Соединенных Штатах на Олимпиаде выступало сразу пять севастопольцев. И мало того, у нас и главный тренер тоже представлял наш город-герой Юрий Дрозин. И вот прошли годы, и уже их сыновья играют в водное поло, а некоторые из них даже работают тренерами. Так, например, Юрий Николаевич и его сын Антон сейчас возглавил две команды, сборные команды, которые успешно выступили в Керчи на республиканском турнире. Причем турнир был очень серьезный. А мы пригласили сегодня в студию центрального нападающего сборной юношеской Севастополя по водному полу. И у нас в студии Антон Афанасьев. Здравствуйте. Антон у нас капитан, который сменил более предыдущего капитана. И, конечно, данный турнир, данные соревнования в Керчи явились проверкой силы, подготовкой перед переденством России. И впереди предстоит нашим ребятам серьезная работа. Это серьезные ответственные соревнования. Первенство России идет в несколько этапов. И, конечно, думаю, что настроены севастопольские ватерполисты и юноши только на победу или подняться на пьедестал почета. А играть будут в первой лиге. Итак, Антон, у нас завершился турнир в Керчи. Расскажи, пожалуйста, сколько было команд, как проходили игры? Ну, было шесть команд. Получается, игры проходили достаточно для нас легко. То есть первым делом мы сыграли с девочками из Волгодонска. Против девушек? Да, против девушек у нас была первая игра. Она была как бы такая разминочная. Мы поняли, что к чему. Поле было в море. То есть вы играете в открытом море, да? Да, мы играем в открытом море. То есть у нас в Севастополе не разрешают играть, а в Керчи, пожалуйста. Да, в Керчи специально, как водная станция, там выделено поле, специально туда ставили ворота и мы играли. А у нас на водной станции, где раньше играли ватерполисты, даже игры чемпионата СССР, теперь дельфины плавают вместо детей и юношей. Да, да. Ну и как там? Нормальные условия игры? Условия игры нормальные. Правда, если погода плохая, поднимаются сильные волны, очень неудобно становится играть. И, к нашему большому сожалению, в этом году было очень много больших медуз. Они нас так жалили прилично. А я хочу сказать, они огорожены? Вот у нас раньше как-то огораживали, медузы не попадали? Медузы попадали, к сожалению. Попадали, да? Да, и жалились. Хорошо. Как проходили игры? У девочек вы выиграли? Конечно, выиграли с сильным разрывом, где-то 3-11, что-то вроде такого. Остальные игры. Я знаю, что была очень интересная, как всегда, игра с хозяевами поля, с хозяевами воды. Керчи, пожалуйста. Да, с Керчи была очень интересная игра, потому что первые три периода они вели с сильным разрывом. То есть, под конец третьего периода счет составлял 4-9, где-то 5-10. И уже в четвертом периоде мы с командой собрались духом, силами и выиграли со счетом 12-10 у команды Керчи. Как это называется обычно? Это называется камбэк. То есть, мы вернулись в игру. За 6 минут забили 7 мяч? 7 голов, да. А кто отличился из наших? Кто больше? Ну, вообще, наверное, я, потому что я где-то 5 голов забил. Но наша команда решила играть более на меня, потому что я был центральным нападающим все время столбом. Я удалял, делал пенальти. У нас был пенальтист Михаил. Он забивал очень хорошие голы с пенальти. Практически все. То есть, из всех сколько было пенальти, столько забрали? Да. У вас же пенальти 4-метровые? 5-метровые. 5-метровые, да. 5 метров и пенальти. Скажи мне, пожалуйста, у нас играло две команды. Как играли Севастополь-1? Ты в Севастополь-2 играл? Да, в Севастополь-2. А Севастополь-1 как играли? Севастополь-1 играли хорошо, очень достойно. Они сильная команда. Они, получается, в прошлом году в первенстве, ну вот с осени, по весну, они играли в первенстве без единого поражения. То есть, все игры они выигрывали с большим счетом. Заняли первое место? Да. И добились права выступать в первой лиге? Они в первой лиге не будут выступать. Будет выступать четвертый год. Но пару людей из пятого года будут выступать вместе с нами. Их, которые в той команде, двоих человек, вы возьмете. Хорошо. Вы вышли из группы и попадаете. Если команда Дзержинска из Нижегородской области против А1 играла против Нижегородской, 2, то вы играли Севастополь-1 против Севастополь-2. Как прошла игра? Игра прошла очень для нас хорошо, положительно. На самом деле, больше из-за того, что перед этой игрой мы готовились очень сильно. То есть, мы обсуждали план, потому что знали, что ребята сильные. Когда вы их знали, вы вместе с ними тренируете сейчас? Да. Ну да. Постоянно мы тренируемся в одном бассейне. И решили выиграть у них? Ну да, конечно, решили выиграть. Мы же не хотели им отдавать свою победу. Выиграли? Да, выиграли. Со счетом 8-7 мы их выиграли. В один мяч? В один мяч. Последний гол решающий забил парень пятого года, это Паша Киселев. Просто на последние практически минуты. И вы вышли в финал. И мы вышли в финал. Попали на Дзержинск-1. Дзержинск-1. Или Заря. Их команда так называется. Заря. Заря, Дзержинск-1. И как прошел финал? Вы там уступили, я знаю. Да, мы проиграли с большим счетом. Это 3-11. Ребята реально сильные. Но с другой стороны, они играли полным составом. А в нашем составе не было пару людей, которые делали нам тоже игру. Поэтому мы с неполным, с несыгранным составом проиграли ребятам. Но они очень сильные сыгранные. И знают, как играть. Ты часто забиваешь. У тебя бомбардирский почерк. Голиадор. А с кем взаимодействуешь в команде? Тебе же кто-то должен создавать условия, чтобы ты мог, во-первых, бросить по воротам. И давать пас. Конечно. Ну, во-первых, это наш центральный защитник, который играл в Керчи. Данил Козлов. Он мне постоянно набрасывает пасы на столба. Как это центральный нападающий ворот. То есть в двух метрах. Я, как бы, кручу игрока. Зарабатываю удаление, пенальти. Могу ударить, могу разыграть. Также это Андрей Драценковский. Он стоит у нас на пяти метров. Он ударник. Он забивает. Степан Соболев. Он стоит больше на краю. И Паша Киселев. Вот с кем ты взаимодействуешь? А, ну, еще один край. Это Данил Рябов. Ты назвал почти всех игроков в команде? Да, это наша основа. Да, я со всеми взаимодействую. Потому что у нас в этом турнире была больше тактика через столба играть. То есть через меня. Чтобы, как бы, удалять ребят, которые сильные. То есть я удалял их. То есть вон на пола это три удаления. Это человек садится. Он не может больше выходить. Антон Николаевич тренирует. И Севастополь-1, и Севастополь-2. А с какой командой во время игры, когда вы встречались между собой, он был? Честно сказать. Он с Севастополем один был. Потому что это все же его большая команда. Команда, на которую он больше возлагает. Ну, да, больше. А вы взяли и выиграли. А мы взяли и выиграли. Мы так рады были. Но вы же еще тренируетесь. Есть игроки и у другого тренера. Ну, у нас как бы два тренера. Владимир Владимирович Гиевский и Антон Юрьевич. И Антон Николаевич. Я хочу у тебя спросить. А сколько же раз вы тренируетесь? Я знаю, что ватерполисты тренируются каждый день. Да еще летом же можно и два раза в день. Ну, летом мы уже тренироваться будем только в августе. Сейчас у вас перерыв. Сейчас у нас как бы отдых. Так. Спортивный. То есть в августе мы начинаем, в конце августа, ближе, получается, возобновляем наши тренировки, чтобы к осени мы уже были в форме, потому что начинается первенство. Где-то, наверное, с октября, мне кажется. Сочетаешь учебу в школе? Ты в шестой школе учишь? Да, я учусь в школе номер шесть. Сочетаю учебу, как могу. Ну, отпускают. У вас же очень часто выезды. И, в принципе, все игры вы проводите не дома, а на выезде. Конечно. Ну, да, со школой, понятное дело, там специальный бланк. Он подписывается директором, тренером, ну, чтобы разрешать нам. А вот бассейн, в котором вы играете обычно в Дзержинске, да? Это бассейн, в котором мы играем? Да, вот в Нижегородской области. Там же обычно соревнования. А вот там, к сожалению, не удалось мне туда приехать. Пока не был там еще. Я там не был еще, да. А где будете проводить игры сейчас? У нас же нет домашних игр. Я понял, что нет игр ни у юношеских команд ватерпольных, ни у нашей команды мастеров. Нет. Игр у нас в МГУ. Вообще их нету, да, понятно. Один раз была. Приезжали ребята, наверное, годик, может, назад, полтора. Приезжали с Москвы, ЦСКА команда, играли дружественный матч в нашем бассейне. А официальных календарных не играли? Официальных нет. А все-таки тяжелее играть на выезде, чем к своему бассейну, к своей воде привыкаешь? Намного тяжелее? Ну да, конечно. Вода окажется какой-то другой. Например, когда мы играли в Ростове, она оказалась более какой-то тяжелой, она тянет. Как бы ты находишься не в своей стезе. Некомфортно немного. Скажи мне, пожалуйста, Антон, а вы играли сейчас в морской воде. Есть отличия игр? В морской воде, я понимаю, что ты сказал, может быть волна, ветер, в бассейне этого нет. А вот по плотности воды и все-таки морская вода, как говорится, легче держит? Она легче держит, но в морской воде есть гигантский минус. Морская вода убивает поверхность ватерпольных мячей. Они становятся скользкими, и в руку их взять очень тяжело. Часто они вылетали, и играть было практически невозможно. То есть мяч должен быть новый, который в морской воде вообще не котировался, чтобы его можно было брать. То есть можно желательно каждую игру начинать новым мячом? Ну, желательно, да. Но так никто не делал, поэтому мы играли очень скользкими мячами. Но привыкли потихонечку же, да? Ну, привыкли, да. Но это было все равно сложно. Мяч вылетал в самые ответственные моменты. Допустим, на пенальти часто у ребят он вылетал из руки. Поэтому подхватывали мы его не как обычно в бассейне сверху, а мы его снизу брали. Немножко снизу, да? Да. Вот в этом отличается тактика игры в морской воде от пресной. Да, наверное. И плюс медузы. Медузы. Ну, в этом году. Два года назад, два года назад такого не было. Вы же часто играете в Керчьи на этом турнире. Да, часто. Третий год уже. Вы гости не первый раз. Ну да, третий год мы уже играем. Приходят ли к вам ватерполисты с командой мастеров, проводят ли уроки мастер-класс? Интересно ли? Нет, они не приходят на мастер-классы, ну, особо не проводят, ну, вообще, от слова. Просто один плюс то, что наш тренер Владимир Владимирович Геевский перед соревнованием проводит занятия, когда вот мастера в бассейне. То есть мы играем как вместе. То есть нас ставят с мастерами играть, чтобы мы посмотрели уровень игры. Потому что мастера у нас очень сильные. Я вот недавно слышал, они заняли первое место вот на какой-то турнире. Да. Золотые медали по первой лиге они. Плюс они успешно выступили в прошлом году на чемпионате России по мини-водному полу. А ты не пробовал свои силы с ребятами играть в мини-ватерпола? В прошлом году наш тренер, когда мы, получается, на второй базе своей занимались первой МГУ, а вторая это 24-я школа, называется ШОР. Получается, спортивная школа Олимпийского резерва. Мы там проводили игры по мини-водному полу, ну, среди своих. Это, ну, очень интересная практика. А чем тебе понравилось мини? Мне понравилось то, что более динамики больше намного. То есть больше ударов, то есть больше таких всяких движений. Меньше игроков на поле, понятное дело. Ну и нагрузка же получается больше. Нагрузка побольше будет, мне кажется, мини. Да, потому что там больше такого динамики намного больше. А потом в мини-водном поле играют на одни ворота, как в баскетболе, один щит? Или же на двое? На двое играют. То есть приходится, если большое поле, такое же преодолевать? Нагрузка серьезнее? Сейчас. А получается, в мини-водном поле играются на более маленьком поле? Площадку укорачивают? Площадку резают сильно причем. И сильно, да? Да. Можно от ворот до ворот бросать? Можно, можно. Или через игрока тоже, как в баскетболе, вы бросаете? Да нет, можно от ворот до ворот. Сегодня на наши вопросы отвечает Антон Афанасьев. Он центральный нападающий сборной Севастополя по водному полу именно юношеской команды. И хотелось отметить, что он сменил временно предыдущего капитана Илью Дядчиков. У нас целые семейные традиции и ватерполистов, и тренеров. Это радует. И Севастопольское водное поло немножко освоилось в России. Потому жалко, что проводят все игры на выезде. И какие планы, когда вы начнете играть на пирице России в этом году? У нас всего лишь один план. Забрать победу. Вот такие планы серьезные. Причем только победить у капитана команды Антона Афанасьева и у наших ватерполистов. А мы завершаем нашу программу. Говорили мы сегодня и говорили о проблемах водного пола. о достойном выступлении, о серебряных медалях наших юношей и ватерполистов. А звучит традиционное. Всего вам доброго, удачи и здоровья. Спасибо. Субтитры подогнали Симон.